Сказка феи. Приз для Прилы. Талант есть у каждой. Эх, с досадой воскликнула Прила, вылетая на просторную поляну. Похоже, я опоздала к началу больших игр. Все феи активно готовились к соревнованиям. Древесные феи в последний раз перед стартом проверяли свои колесницы. Феи, обладающие талантом общаться с животными, верхом на проворных птичках пролетали по сложной трассе гонки, а феи-садовницы разогревались перед картофельной эстафетой. Прила с нетерпением ждала состязаний. Ждала с того момента, как впервые услышала о дне больших игр, когда все феи Нитландии собираются вместе, чтобы участвовать в турнире. Она знала, фея, которая займет первое место в каждом виде соревнований, получит приз голубую ленту, сотканную из тончайшей паутины нежнее шелка. Больше всего на свете Приле хотелось выиграть эту ленту. И все бы ничего, только вот одна загвоздка. Она не знала, в каком виде соревнований ей выступить. Как известно, каждая фея обладает особым талантом. В день больших игр все феи с одинаковым даром соревновались друг с другом. И только талант Прилы оставался уникальным. Ни одна фея Нитландии не умела делать то, что она. Итак, что бы мне выбрать? Прила уселась на трибуну для зрителей и задумалась. Рыни, водяная фея, неслышно подлетела к ней. «Привет, Прила!» Поздоровалась она. «Ты тоже собираешься участвовать?» Прила кивнула. «Да, хотелось бы. Только не знаю, в каком именно турнире. Ты же знаешь, такого таланта, как у меня, больше ни у кого нет». Рыни улыбнулась. «Что верно, то верно. Ты можешь выбрать любой вид соревнований», – предложила она Приле. «Внимание, внимание!» – объявила фея-распорядительница. «Всем феям-садовницам начинается картофельная эстафета, тяжелая атлетика. Победит та, что возьмет самый большой вес». «Это для меня пара пустяков», – воодушевилась Прила. «Попробуй», – отозвалась Рыни. «Удачи тебе!» «Не забудь потом заглянуть к ручью Хавендиш. Поболеешь за меня на лодочных конках». Прила помахала ей на прощание и полетела вниз, намереваясь присоединиться к феям-садовницам. И вовремя фея Лили на глазах у всех подняла в воздух огромную картофелину. Едва она опустила вес на землю, зрители восхищенно зааплодировали. Прила решительно прошествовала к картофелине, которая покорилась Лили. Она покрепче обхватила ее и за всех сил заработала крыльями. Но картофелина не подумала сдвинуться с места. Прила оставила эту затею и попыталась одолеть вес поменьше. Но и средняя картофелина оказалась неподъемной. В конце концов, Приле удалось оторвать от земли только самые маленькие клуби. Феи-садовницы тем временем выстроились в ряд. Начинался турнир по метанию моркови. Та, что забросит снаряд на самое дальнее расстояние, станет победительницей. Прила выбрала самую крохотную морковку. Уверенно примерившись, она размахнулась и запустила свое коротенькое копье вперед. Хлюп! Морковка Прилы шлепнулась в грязь в двух шагах от нее. А фея по имени Чертополох в этот момент метнула гигантскую морковь. Та просвистела в воздухе и воткнулась в землю далеко за ограничительной линией. «Пятнадцать стеблей!» Объявил судья о новом рекорде. Чертополох победила. «Ты все равно молодец, Прила!» Подбодрила подругу Лили. «В конце концов, ты же никогда не качала мускулы и не метала морковь!» Прила вздохнула. «Как-то оно так, но ленту я не выиграла!» Проговорила она. Прила попрощалась с феями-садовницами и направилась дальше. Пролетая мимо высокого дерева, она краем глаза заметила подвешенные в воздухе препятствия. «Ага! Полет с барьерами! Это для быстрокрылых фей!» Сказала себе Прила. «Может и мне стоит попытаться?» И она решила поучаствовать в этих соревнованиях. «Так!» Проговорила Прила. «Вертикально вверх, потом нырнуть под паутину, затем пролететь между глиняным горшками, обогнуть сосновые шишки. Хм! Сдается мне, я сумею!» «Прила, миленькая, ты что здесь делаешь?» Услышала она. Обернулась и узнала видео, самую быстрокрылую фею из фей. «Собираюсь полетать на скорость!» Ответила Прила. «Но это состязание для быстрокрылых фей!» С сомнением в голосе заметила Видия. «Ты вроде бы не относишься к их числу!» «И все равно я попробую!» Настаивала Прила. «Ну, как знаешь!» Пожала плечами Видия и упорхнула на стартовую линию. У Прилы упало сердце, но она решительно двинулась следом. На старт объявил судья. «Вполне возможно, участие Прилы сослужит нам хорошую службу!» Шепнула Видия своей соседке. «Пусть она и не очень быстро летает, но лишняя соперница!» Прила бросила на нее сердитый взгляд. «Вот назло ей выиграю!» Подумала она. «Уж тогда-то вредное Видия не сможет злословить на мой счет!» «Внимание!» Произнес судья. И дал свисток. Прила стремительно взмыла в воздух, Но быстрокрылые феи оказались проворнее. Они рванули вперед с такой скоростью, Что от взмахов их мощных крыльев Пошел такой сильный поток воздуха, Что Прилу отбросила назад. Она перекувыркнулась и полетела вниз. И приземлилась прямо на спину лягушки. С громким кваканьем лягушка прыгала по кочкам. Прила вцепилась в ее шею. А как иначе спасти свою жизнь? А глядевшись по сторонам, Прила поняла, Что вокруг нее собрались феи, Обладающие талантом общаться с животными. И все они скакали верхом на лягушках. Прила обратилась к ней бег. «А я не знала, что ты участвуешь в лягушачьих бегах!» «Я не участвую я!» Прокричала в ответ Прила. «Я ненарочно!» И тут обнаружилось, Что лягушка Прилы сошла с дистанции. «Не туда! Прила!» Предупредила бег. «Смотри, финиш совсем в другой стороне!» Прила попыталась заставить лягушку Скакать в нужном направлении. «Поворачивай же, глупышка!» Уговаривала она. «Ну сюда, сюда!» Но Прила не обладала талантом общаться с животными. И лягушка не поняла ни слова, И сказанного ею. Кончилось тем, Что непокорная лягушка Бухнулась в грязь и поплыла. И очень скоро Прила обнаружила, Что оказалось у ручья. «Прила!» Обрадовалась Рыни. «Ты как раз вовремя!» Она помогла подруге выбраться из реки. «Ты хотела посмотреть на лодочные гонки?» Спросила Рыни. Прила поглядела на лодочке у берега, Скроенной из листьев. «Ах, как ей хотелось завоевать голубую ленту!» «Вообще-то я не собиралась принимать участие в заплыве», Призналась она. «Но коль я здесь, Почему бы не попытать счастья?» «Выбирай, на чем поплывешь», Предложила Рыни. Прила указала на легкую сиреневую лодку. На вид она казалась быстроходной. «Это», сказала она. Рыни нахмурилась. «Мне кажется, та надежнее». Она указала на красную лодочку. На ней меньше шансов перевернуться. Прила представила, Как красиво она будет смотреться в сиреневой лодочке, Увенчанная голубой лентой. «Нет, я не изменю своего решения», Ответила она. «Ладно», Согласилась Рыни. Лодочка опасно накренилась, Едва Прила ступила в нее. Судья лодочных гонок Прозвонил в колокольчик. И заплыв начался. Прила погрузила весло в воду. Но легкая суденышка Завертелась на месте И сбилась с курса. Прила попыталась грести В обратном направлении, Однако неустойчивая лодочка Никак не хотела слушаться. «Греби не справа налево, А вдоль!» Крикнула ей Рыни. Прила утопила весло в воде И сделала мощный грибок. Но ее движение оказалось слишком сильным. Лодка перевернулась, И Прила упала в воду. К счастью, Ее тут же вынесла волной на берег. Прила отряхнула мокрые крылья И огляделась по сторонам. Она очутилась на зеленой лужайке, На которой тут и там виднелись Копанные в землю горшки и кастрюли. Напоминающие широкие лунки. «Дзинь!» Сухая горошина попала точно в лунку. «Отличный выстрел!» «Динь-динь!» Послышалась из толпы фей. «Яблочко!» Улыбающийся Динь-динь Небрежно повесила свой половник на плечо. И тут в ее поле зрения Попала мокрая дрожащая Прила. «Прила!» Крикнула Динь-динь. «Да что с тобой случилось?» Прила залилась краской. «Да так!» «Упала в ручей!» Объяснила она. «Целых два раза!» Феи кастрюли сковородок собрались вокруг нее. Прила рассказала им, что за день поучаствовала почти во всех турнирах больших игр. «Тогда почему бы тебе и в крокет не поиграть? Я тебе одолжу половник», предложила Динь-динь. Прила прицелилась, размахнулась половником и ударила по горошине. От мощного броска горошина полетела куда-то вглубь леса. Прила бросилась искать ее. Она смотрела под грибами, шарила в мышиных норках, заглядывала под корни деревьев. Горошина обнаружилась в цветке колокольчика. «Я ее нашла!» Прила бросилась обратно на лужайку, но игра уже была окончена. Прила вздохнула. Что ж, похоже, ей не удалось выиграть голубую ленту и в крокет. Прила огляделась по сторонам, гадая, в каком бы еще соревновании поучаствовать, но большие игры уже подошли к концу. Слезинка покатилась по щеке Прилы. Все, не видать ей желанной голубой ленточки. «Прила, что стряслось?» Услышала она чей-то нежный голосок. Она подняла глаза и увидела Рыни и Динь-Динь. Платье у обеих феи украшали голубые ленты победительниц. «Я так старалась!» Пояснила Прила, но ничего не выиграла. Даже призового места не заняла. Рыни повернулась к Динь-Динь и что-то шепнула ей. Динь-Динь улыбнулась, склонилась к другой фее и тоже проговорила той что-то в полгода. И вот уже все феи стояли перед Прилой и о чем-то таинственно шептались. «Что это вы?» Поинтересовалась она. «Прила, мы тут посовещались. Все понимают, что ты установила новый рекорд», объявила Динь-Динь. Сняла с себя голубую ленту и приколола к ее платью. «Ты боролась отважнее всех и заслужила самую высокую награду. Я вручаю тебе ленту победительницы!» Феи дружно зааплодировали. Прила вспыхнула от удовольствия. Все-таки она выиграла. Ребята, если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть новые интересные видео. До новых встреч! Пока-пока!